Субтитры делал DimaTorzok В Чернянку работал я там физруком училище Ну а потом, когда с армии вернулся, предложили должность директора спортивной школы И наша школа вышла на второе место в Белгородской области На первом месте была областная школа, белгородская Она сейчас существует, мы были на втором месте Но дело в том, что там я не видел никаких перспектив Вот ребята школу закончили, уехали, закончили, уехали Пытался с белгородцами там наладить отношения Передавать, но чтобы они нам тоже помогали Ну не получилось, там тенер такой был, ему ничего не надо Вот, и я видел тупик, просто, ну надо уезжать Приезжает мой друг из Белгорода, Виктор Иванович Калашников Ну что, поехали в Староскол? Говорю, ну я же хотел попозже поехать Нет, ну я же приехал, поехали Ну поехали мы в Староскол Зашли в 12-е училище, к директору Как-то все договорились мгновенно Он сразу комнату в общежитии дал Ну вот ремонтируйте сам Это было в начале мая 75-го года Я продолжал сам тренироваться За сборную областью выезжал И на Россию, и на Союзе выступал На турнирах, на Рождещах Было сложно, конечно, и тренироваться самому И с ребятами Первый зальчик мы сделали Там была площадка такая На первом этаже в мастерских Кирпичом обложили его там Поштукатурили, все Вначале просто матрасы и одеяло Пошили, натянули Потом уже с Белгорода привез Уже маты такие толстые были Вот, знаете, ну сейчас их, наверное, уже не видишь Там было очень удобно заниматься Тропинка была к Атаманскому лесу Мы там бегали кроссы по холмам Вокруг леса Ну я же тогда тренировался с ребятами Они круг, я два круга Некоторые ребята даже в зале и ночевали Хотя жили рядом, и в общежитии, и все Тренировались сколько могли Ну, видимо, авторитет какой-то пошел Известность, никогда сам дзюдо не было в городе Всех желающих даже не могли вместить в тот зал Я помню, в нашей группе было больше ста человек с лишним Николай Михайловича занималась Желающих было очень много Я поначалу вообще не попал в группы Набор был один к десяти Я приходил по-тихому в группу во время занятий Просачивался, становился в строй И бегал, тренировался до сих пор, пока он не увидит Я же тебе сказал, что тебя еще рано там И меня из зала выпроваживал Я так просачивался много-много раз Он забудет, народу много у него там бегает 70 человек И там раз затеряешься где-нибудь, тренируешься, тренируешься Он опять тебя поймает Ты что здесь делаешь? А ну-ка давай, я же тебе сказал, тебе рано еще И вот так вот меня выпроваживал он Но в конечном итоге я ему надоел Ну ладно, говорит, хочешь тренироваться, иди поборись Ну я пошел, поборолся Кого-то бросил там, каким-то приемом, который увидел в окно Ну в общем он меня оставил По две тренировки в день Жили, невзирая на то, что мы со Старого Скола Жили в общежитии Утром тренировались, вечером тренировались, учились Причем на сборы, я помню Со второго курса Мы как бы уже регулярно ездили Сначала с трудовой резервы Потом со сборной Советского Союза Вот с собой возили два чемодана Чемодан с учебниками, чемодан с куртками И если взять сейчас современные Как бы спортсменов То мы не филонили Причем приезжали и учились на пятерки Нам эти пятерки никто не ставил за спортивные успехи Старались, чтобы ребята летом обязательно тоже тренировались Один месяц летом, если тренироваться Три раза в день, каждый день с хорошим питанием Они же не учатся в школе, ничего Вот, то это прерывается где-то полгода Когда не учатся И за счет этого мы все время уходили Не просто так, вот мы мастеров выполняли В сборную страны попадали И мы потихонечку уходили Уходили в отрыв Николай Михайлович открыл на 2-м училище спортивные группы У нас было две 41-й и 40-й Вот с Женькой мы учились в 41-й группе Чтобы попасть в этот спортивный класс Мне нужно было пойти на второй год И Николай Михайлович меня убедил Пришел к маме, к моей Хотя, в принципе, учителя все были против Потому что заканчивая 10-й класс Нужно пойти в институт И дальше-дальше себя обеспечивать Я бросил школу Меня вначале не отдавали документы До февраля месяца В школе держали документы Не отдавали, потому что для них это был нонс И пошел 22-го училища На первый курс И вот как раз мы попали в группу Где мы с Владимиром Вороном были в одном классе Вот армия, спорт-рота Карантин, зима А Женька Пришел через полгода, позже меня Для спортсмена армия Это могло быть и трагедией Для спорта его А могло быть и каким-то толчком Тебе могли забрать простую часть Ты в этой части два года ослужишь И после армии уже Начинать с нуля, это уже нереально На Ленинградском проспекте, ЦСКА Мы там жили, тренировались, выступали Боролись на округах, вооруженных силах На перейсе Московской области Ну, как бы два года были такие веселые Потому что ребята были со всей Советского Союза Там были дзюдоисты, вольники Классики, боксеры Ну и соответственно в этом возрасте Собрать их вместе человек 60 Там много чего было интересного А за ЦСКА меня заявили на чемпионаты СССР И забыли за меня, все Талоны дали, я там бегаю, разминаюсь, все Тренируюсь и пошел бороться И я первую выиграю, вторую, вторую Про меня вспомнили тогда, когда я начал бороться За выход в финал уже И борюсь за выход в финал с нашим же тоже парнем Из вооруженных сил Который отбирается на чемпионат мира Никогда не проигрывал, был очень уверен с ним Понимаете, я мог ему просто испортить карьеру спортивную У нас была равная борьба с ним Мы упали в партер Я ему прямую руку отдал, сразу стукнул В общем, и он вышел в финал Стал чемпионом Советского Союза И стал чемпионом мира И я потом боролся за третье место И выиграл на чемпионате СССР по взрослым Это было, конечно, для меня неожиданно И это было не только для меня неожиданно Это было неожиданно и для всех тренеров И для многих специалистов в ЗИДО Потому что юниор, 20-летний спортсмен Двадцать с половиной лет Попадает в тройку на чемпионате Советского Союза По взрослому И заявляет о себе уже как бы Я ушел раньше с армии Пришел, еще выступал Был в сборной команде профсоюзов Советского Союза У меня травмы пошли Локоть ломал в два раза Большие нагрузки, у него большие боли Ну и пришлось, ну что, давай тогда Закругляться, давай там тренерской работой заниматься Николай Михайлович начал заниматься Больше организаторскими вопросами А вопросов было много Получается мы с 85-го года На Оскольском электрометаллургическом кабинете Рядом с 12-м училищем Там была дирекция ОМК Угаров только пришел Ну, может, месяца два-три Только как бы поработал Мы с ним встретились Долго беседовали И я перехожу на комбинат У них там богубе еще было Вот, мы перебрались туда Ну, там пыль и так далее Краски много были на пол Чтобы она питалась Чтобы не такая пыль была Ну, татами нашли туда Все, начали там заниматься Конечно, там заниматься было очень сложно А тут вот это здание под сдачу шло Его еще не сдали Мы к Угарову Соответственно, с тем, чем переговорили Он говорит, давай, занимай Ну, даже было не по себе Что столько много помещений Тренировки пошли у нас Совсем по-другому Мы открыли спортивные классы Вот, впервые Николай Михайлович мне отдал все группы У меня детей этого возраста Было почти по 300 человек Создали вместе С Василием Ивановичем Гавриловым Спортивный класс В этот спорткласс, кстати, вот Попал и Федор У меня начиналось все С секции Оскол 76 С Василием Ивановичем Гавриловым Это мой первый тренер У которого многие наши ребята занимались И тот же Андрей Безрук И еще многие другие ребята Вот Но год позанимавшись Василий Иванович отдал Меня в спорткласс Ворону Владимиру Михайловичу И с тех пор По сегодняшний день Это мой тренер Василий Ивановичу огромное спасибо Его уже нет в живых Но это человек, который заложил В мне любовь К таким тяжелым тренировкам Нам было всего по 11 лет Но с каждой тренировки мы уходили В наше кимоно было у нас Кость мокрое Мотались по всей стране По всему Советскому Союзу Тогда было проще с этим Забирались К черту, наверное, на кулички Первые мастера спорта Первые победы На южных первенствах России На олимпийских южных играх Первые результаты у наших ребят пошел И тот же Андрей Безрук Иван Фролов Тянулись мы за старшими нашими ребятами Это Андрющенко Андрей Ну и наши старшие, конечно, тренера Это Форум Владимир Михайлович Львов Евгений Викторович Для нас это были люди На которых мы равнялись Которым мы подражали Тренировская работа сама по себе Это тоже такой процесс Где нужно пахать так же, как и в спорте Если ты не будешь как тренер пахать То у тебя тоже не будет результата Ты должен тренировать всех Но в то же время уделить внимание Тем, которые могут показать результат Вначале ты берешь 8 групп Потом 6 групп Потом у тебя все равно люди уходят Приходят Кто-то, знаете, не выдерживает нагрузок Евгений Викторович был очень строг И строгость эта проявлялась В том, что он вырабатывал у нас Серьезное отношение к тренировкам Это обязательное посещение Полная выкладка во время тренировочного процесса И формирование спортивного менталитета Я старался тянуться за теми ребятами Которым лучше все получалось Которые выступали и побеждали Которые были талантливые Вот мне хотелось Какое-то получить признание От тренера Позже все эти цели немножко менялись То есть уже представлять приходилась область Потом уже наш округ Потом уже Россию Кому-то давалось легко Кому-то тяжело А у Федора был характер Он как бы был поздний Это раньше формируется Это позже Но по этому возрасту Скажем, на области Из девяти весовых категорий Восемь золотых медалей Мы забирали этим возрастом То есть громили всех На тот момент Это был, конечно, абсолютно новый клуб Нового формата Потому что в городе таких не было И благодаря ОМК Нашему замечательному заводу Существовал наш клуб Это был молодой коллектив Возглавляемым Николаем Михайловичем Белоусовым Опять же, из его же воспитанников Молодых тренеров Которые, коснувшись сборной СССР Приносили свой неоценимый Такой очень весомый опыт И передавали его детям Хорошо, что мы не только занимались спортом Не только мы показывали спортивный результат Но мы сплачивались как коллектив И переживали друг за другом И тренера наши занимались не только, скажем Нашим спортивным ростом Но и воспитательной работой Спортмен, который занимается у нас в клубе Он тоже принимает определенную присягу Если он принимает присягу Значит, он соглашается с этикетом и правилами Которые должны быть внутри клуба А там написано Что нужно уважать старших Нужно быть трудолюбивым Нужно быть скромным Нужно защищать слабого Понимаете? Вот эти вот вещи Они как раз формируют нравственное воспитание спортсмена Потому что у нас не только спортсмен должен выйти Из клуба Но это должен выйти здоровый, полноценный человек Который может быть примером для Младшего поколения В нем должно сложиться все Это как Федор, понимаете? Он действительно тот пример, который можно брать Так же, как он ведет себя в жизни, так же, как он ведет себя на работе В общении с людьми Это действительно человек, которого можно ставить Как пример С Федором Емельяненко мы познакомились, конечно же, в Невском Во-первых, мы жили на одном микрорайоне В соседних домах И, конечно же, мы ходили в один этот клуб И даже я могу сказать, что на те утренние тренировки Которые проходили у нас в 6.30 Частенько выходили только он и я И мы бегали, как помню, сейчас по заваленному снегам По колено заваленному снегам стадиону Потом шли в зал И это было очень часто И я думаю, что именно такой характер Вот как у Федора Помог добиться сегодняшних результатов Добиться того, чтобы о нашем клубе узнала и Россия И президент, и весь мир Я всегда любил тренироваться Всегда любил свой зал, своих тренеров И всегда на тренировках выкладывался на все 100% Даже, наверное, старался всегда сделать больше Я приходил раньше всех и уходил позже всех У нас был отдельный календарь на Платно Федора А уже пришли документы, что он Кандидат в олимпийскую команду В Сиднее он мог подготовиться Был шанс там выступать На сборную страны Я в Белгород Белгородцы, я говорю, ну надо Деньги, там деньги, конечно, приличные Они туда-сюда вернулись Зачем им, может, Старый Оскол, Федя и так далее Мы на грани того, чтобы мы могли остаться в городе Это вообще мы И он тоже в сборной И не копейки денег И женился ребенок Как жить, как быть Решение было трудное Я думаю, и для Федора И для тренера Не все тренера сразу поняли Это его идея Он предложил, что Михалыч, давай Я попробую себя в боях без правил У нас тогда в России Это только набирало обороты Начали тренироваться Начали учиться У Федора была хорошая подготовка В плане физическом Выносливый, быстрый, скоростной Руки начали ставить Ноги ставить начали Ну и как бы начали выступать за рубежом В Японии лет пять, потом в Америке Десять лет Федор не знал проигрышей Но это хороший уровень В тяжелой весовой категории Не проиграть ни одной поединке В течение десяти лет Выступая в течение года несколько раз Противники были Начиная от олимпийских чемпионов под дзюдо В вольной борьбе Классики, ударники Ковальникова, короче, не было Целая когорта чемпионов UFC И мы всех били Били, пахали Плох тот солдат, который не хочет стать генералом Но чтобы стать генералом Можно пройти целый ряд ступенек И вот достигая потихонечку Постепенно Через большие тяжелые тренировки Через кровь и пот Поднимались По этим ступенькам Кто-то откалывался Кто-то уходил Кто-то бросал Кто-то не выдерживал Слава Богу Удалось подняться Трудимся дальше Готовим молодежь Молодые кадры Молодых тренеров У нас каждый год открывается По спортивному классу Детей Где мальчишки и девчонки Начинают заниматься самбо и дзюдо Кто-то из них потом Начинает заниматься боевым самбо Кто-то продолжает Рассказать только в любительским Но за это все время Выстроилась система Которая на данный момент Дает результат ежегодный Количество детей занимающихся Филиалы Это и на Олимпийском Старый клуб Дорожного спорта уже 4 года 21-я школа, 22-я и 30-я И вот сотрудничество С управлением образованием С городом Где есть возможность Из общего количества детей Занимающихся В нашей структуре Отобрать наиболее талантливых И дети идут в спортивные классы И там уже продолжают Свои воспитания И в физическом, и моральном плане Если бы не Невский То, наверное, я до этих результатов бы не добился И даже не приблизился бы никогда Именно вот спорткласс Тоже дает очень сильно То есть Ты приходишь И у тебя полностью восприятие К спорту меняется То есть бывают такие моменты Когда надо выбирать Либо учебу, либо спорт У меня родители К этому отнеслись нормально Я выбрал спорт И по сей день Я за это благодарен родителям И именно школе За то, что Так получилось в моей жизни Субтитры сделал DimaTorzok Я могу сказать, что клуб состоялся Действительно состоялся Это выдающийся клуб Не только в России Но и в Европе И в мире Один из клубов, которые Знают Прекрасный клуб Я думаю, что единственное, что нам нужно сейчас Продолжать эти традиции Их нельзя выпускать То есть мы должны еще больше работать Наша задача держаться на плаву Наша задача сохранять традиции Сохранить результат Сохранить старое И добавить новое И знать историю клуба Обязательно Если мы не будем помнить историю клуба Прошлое То у нас не будет будущего Даже до сих пор у нас ветераны Не пропали У нас ветераны Которые занимались в 75-76 годах Они до сих пор приходят играть в футбол Парятся в бане Молодежь видит Как было раньше Они с ними разговариваются С ними общаются С ними играет футбол Вот это очень хорошо Это говорит о том, что клуб есть И прошлое есть И будущее есть И все это здесь на ковре И сегодняшние результаты Наших спортсменов По самбо Боевому самбо По мэй-мэй По дзюдо Это говорит о том, что есть настоящее И подведя итог С 40-летней работе Что клуб действительно является примером Для многих в мире И это очень радует Это прекрасно Благодарен судьбе На то, что на моем жизненном пути Были хорошие учителя и тренера Повезло то, что В Старом Росколе На комбинате Повезло, что работаю вместе С такими людьми, как Андрей Алексеевич Угаров Шляхов Николай Александрович Киченко Александр Дмитриевич Конечно, здорово, что Познакомились с Андреем Владимировичем С Коучем близко У нас общие цели Жизненные Что работать нужно На благо прежде всего Своей страны Своего города Своего комбината Тогда были одни проблемы Сейчас другие Вот Экономика Все растет Все меняется Нужно просто исходить Из ситуации Момент есть Надо увидеть его И решить И так потихоньку Потихоньку Двигаться вперед Главное, чтобы цель Была такая Добиться Хороших результатов Добиться, чтобы коллектив Был дружный Чтобы не было Никаких там Внутри всяких Дрязг и так далее Это очень важно А как только пошли Распи Все, все валится Все, тогда теряется Тогда все Это самое главное Чтобы был коллектив Как кулак Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok